Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диме Субтитры создавал DimaTorzok Диме Я взяла отрывки из таджикской и узбекской фильма Для Кыргызстана until the middle of the estratég Every time Актуальный вопрос И даже в поклонении с огнем, хотя действия происходят на юге, собственно вопрос по ранжетам практически не всплывает, не обсуждается. Но вообще героичный пафос участия женщин в революции именно на нашей территории, он во многом связан с эмансификацией в самом таком прямом смысле, с некоторым освобождением своего облика, с некоторым открытием своего лица и тела этому миру. И вот есть такой довольно показательный эпизод, это фильм Хасан Арбакеш, 65-го года, и он такого довольно типичного советского, скажем так, это такой типичный советский фильм про революцию в Центральной Азии, там основной персонаж мужчина, его зовут Хасан Арбакеш, и он постепенно как бы приходит к идеям социализма, хотя изначально он индивидуалист, он не хочет никакого социализма. Там параллельно есть история как бы девушки, в которую он влюблен, и которая становится к концу фильма активисткой. А тот эпизод, который я хотела показать, он посвящен как раз, она даже не героиня, она, можно сказать, эпизодический персонаж, но очень важная эта женщина, учительница, которая открыла лицо, и у деца открыла лицо, и у деца открыла лицо на улице Мушамбэ, и подвергается нападкам. Вот она, учительница с детьми. Она в конце фильма погибает, и как бы на ее место заступает та героиня, в которую влюблен Хасан Арбакеш. На почве чего, у них никогда, в этом фильме «Недхоплен» не было классическое, потому что она уезжает, и шла работать, а она на каком-то стиле. Ну вот, видно здесь некоторая ирония над милицией, то есть вот сам народный герой, он пришел на помощь. Понятно, что если бы вот мужчиной вот такого сильного и боевого тут бы не оказалось, неизвестно, что бы с ней было. Более того, когда она ближе к финалу фильма погибает, там есть мужчина, и вот ее муж, он там ее встречает в собрании, тем не менее, она получает быструю в спину, и успевает ее защитить. И что касается советской такой интерпретации, то более-менее тут понятно, понятно, чего ожидать, в общем. Ну, по крайней мере, люди, которые выросли в этой культуре, там есть некоторый набор таких штампов, в хорошем смысле этого слова, ожиданий, которые нас подводят к тому, как этот женский образ будет представлен. А я сейчас хочу показать постсоветский фильм, более того, это фильм 98-го года. Это узбекский фильм, оратор, такой довольно известный в свое время. Фильм, он получал разные призы. Он любопытно сделан в художественном плане. Он идеологически типичный такой фильм, просто перестроечный. Ну, антисоветский, не побоюсь того слова. Не, не антисоветский. Ну, не антисоветский, но и не просто советский. И там, как бы, история вот этого худжума, она показана с обратным знаком. То есть показаны люди, которым было очень комфортно в этом изолированном семейном кругу жить. И как они пострадали, когда пришла вот эта сила, могучая вторглась в их жизнь и заставила их баранжу снимать, разделяться там и так далее. Вот он идет же и в куму, складывающий разрешат, а дальше вместе же не тренировать. Потому что он реализационный активист, нельзя трех дней найти. И в Крытии, в Крытии, в Крытии, в Крытии, не показали. Даже в 90-м раску? Да. Так, зацепить небольшой. Крытии, в Крытии. Продолжение следует... И вот эпизод, который с ним рифмуетесь, старикарствовщика, к которому она приходила с четвертой женой. Вот это ее история. Садитесь куда вам верхом с вашей рукой? Прошу вас, Марьяха Зелана. Все готовы? Вот она едет на мероприятие, которое состоит в том, что она приезжает на митинг и смирает пранчу и считает. Спасибо. 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 Стойте. Нет ни одной женщины. Все напряжались. Мой мужики. Сейчас вернемся сюда. Не вяжите. Даю вам большие часа времени собрать всех и привезти на площадь. Не забудьте, что у вас есть оружие. Мариафа золотая. Может, посадить с ним кого-нибудь. Сам справиться. Почему назад? Вы же приехали говорить. Давайте вернемся. Вот первое. Пропусти их. Остальные на месте. Пропусти их. Перед нашими женщинами. Ха. Да. И вы проделали такой путь только за этим? Ха. Да. Лучше вам уехать в беда. Ничего хорошего из этого не выйдет. Клянусь. Наши женщины лучше улучшим, чем последовать твоему примеру и опозорить тебя. Ты должна оставаться женщиной, голубая женщина. Ты не совершишь больше никакого войска. Я просто хотела показать, что... А что антисоветское? Марьяна Позыловна ногам всегда была наготовит. Нет. Возьмите. Там... Оно не антисоветское. Оно... Собственно, там у авторов фильма потом... Она, конечно, жертвой революции попадет и ее арестуют. Она в тюрьме умрет от родов. Но, как бы, там мельком такое обоснование дается, что она попала в тюрьму, потому что она написала в ЦК письмо, что вот эта компания по снятию Баранжи, вот этот Куджин, ведется слишком прямолинейно, без учета местных особенностей. И слишком много жертв за этого, что ее нужно по-другому организовывать. Хотя она сама, как бы, является ярким примером бескомпромиссного такого совершенного отношения, то есть ее сложно заподозрить, что она на стороне консерваторов. Она видит, и в том числе вот этот герой с его семьей, видимо, для нее... Ее собственный опыт был ужасен. Ее там в детстве, когда читали, живу как по-старику. Но она видит, что есть другие игры, другого типа семьи, которые совсем другого типа интимности существуют, привязаны и так далее. И я еще хотела показать несколько наследствий. Время, ну чуть-чуть просто. Поскольку у меня нет ничего про группу Ю, ее ни скачать невозможно, ни диска нет, вообще ее невозможно. Поклоняйся к нему в нормальном виде. Найти к юбилею Уиса Ивы, который синхронизировали, там, загадочным образом с юбилеем Курман Джангарки, как бы, с президентством Роза Исааковная, чтобы это все, как бы, зафимовалось синхронно. Заодно, наверное, денег сэкономит. Вот. Вот. Был проведен, в Балаборожской области, был проведен конкурс на лучшую песню, которая посвящена Роза Ивы. И я вот сейчас кусочек покажу. И вот этот, для меня вот этот клип про Роза Ивы очень сильно напоминает фильм про Курман Джангаркова. То есть, вот, были женщины, которые совершали совершенно, как бы, резкие, там, очень страшные политические поступки, которые не под силу мужчинам, а потом их изображают какими-то, ну, какими, ну, романтичными уже в другом смысле слова, красотками, которым мы должны за это, как бы, вот, быть благодарны и поклоняться, как женщинам, там, как матерям, там, что-то вот в таком роде. Но мы весь, наверное, не будем смотреть. Он довольно, вот это, вот это, как бы, я просто хочу показать линию от, как бы, от вот этой традиции показа эмансипации, которая, как ни странно, вот в ораторе, она, может быть, даже достигает своего апогея. И к чему это сейчас, как бы, как это сейчас выглядит. Вот этот клип занял первое место на этом фонкурсе песен для священных. И кто понимает, как бы с чатом еще текст, как бы, соответственно. Это кадры из фильма, вы смотрите. Да, из всего фильма, в первое, конечно, кадры самые революционные, я бы сказал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не буду больше отнимать время, я бы еще вернула, что у меня там был слайд какой-то, а сейчас я просто смотрю, как это было. Ну, собственно говоря, я хотела чем завершить, что я не претендую на полноту, но вот эти примеры, они довольно типические, то есть женщина там героизована, она одна, и если там есть какое-то окружение, то оно ужское. Я сейчас передам слово «Анари», где картина выглядит немножко иначе, и когда мы говорим женское движение, это действительно было женское движение, там были женщины в окружении женщин, там была совершенно своеобразная солидарность, иногда я хотела бороться с мужчинами, иногда там кооперироваться и так далее, в том числе и в этом пространстве власти непростом, где надо было отстаивать разные интересы, там приспосабливаться и делать много разных вещей. И сейчас мы в этой презентации, мы перейдем к живым голосам, потом думаем, какие-то выводы сделаны. Часть выступления, она основана на материалах доклада и потом последующей публикации для гендерного симпозиума, который был организован командой штат, и мне повезло быть участницей этого мероприятия. Так что большое спасибо, и сейчас для меня очень волнительно и большая честь присутствовать в этой дискуссии и сделать какой-то свой пилат. Итак, о чем мы, собственно говоря, здесь, что мы собираемся представить? Это товарищеская переписка. Под товарищеской перепиской работниц женодела 20-х годов мы имеем в виду документы, обнаруженные в фондах ВГПБ, нашего Центрального архива политической документации. И эти письма, эта переписка находится в архивных делах, это так и называется, переписка между центральными и низовыми структурами женодела, которые, как известно, были частью партийного аппарата. Вот. И эти документы относятся, документы, о которых я буду говорить, они относятся в 24-25 годах, и, как вы понимаете, это как раз начало формирования, полумодного формирования в разных аспектах киргизской автономии. Вот. И как раз к тому моменту была актуализирована задача укрепления женских оттенков. Каков статус этих документов? Вот. Визирование писем, то, как эти письма завизированы, тот факт, что в отчетных документах женоделов эта переписка фиксировалась, работники женоделов, заведующие женоделов должны были отчитываться, как они видят эту переписку. И кроме того, сам факт, что эти документы сохранялись в архивных фондах, они говорят о том, что это было целенаправленное использование данного инструмента, или поддерживалось партийными структурами, в том числе, если говорить о формате, как бы поддерживался общий формат, да, нужно было соответствующим образом обращаться, да, тут вам как бы уже не бабы, а вот, а товарищи. И, соответственно, она завершалась, эта переписка, да, либо с коммунистическим приветом, либо с товарищеским приветом. А в то же время, если обратиться к содержанию этих писем, то мы со всей очевидностью обнаруживаем, что там есть, ну, они полны чувств и эмоций, критики и самоанализа, саморефлексии, то есть тех самых вещей и аспектов, которые очень важны для понимания, для нового как бы взгляда на советское. И уже сегодня об этом говорилось с утра, что чувства и эмоции – это тоже метод для исследования. И то, как работницы осмысляли, то, чем они занимаются, это как бы сподвигло нас на то, чтобы пообнимательнее посмотреть на эти документы. Ну, это вот пример такой перекиски. В основном они сделаны вручную. Но пока мы еще, я так глубоко не углубляла, не шла бы по своему исследованию, и трудно сказать, что они хотели писать вручную, или это просто было обустроено инфраструктурно. Потому что есть одно письмо, которое говорит о том, что нет у меня машинки, поэтому пишу вручную. Ну, кроме того, основная часть писем, она была на русском языке, хотя есть на арабском. Видите, это фигистрический арабский шрифт и латинский шрифт. Ну, вот здесь это очень такой фрагмент письма. Он очень символичен для темы, которые у них и вопросы, которые мы здесь поднимаем. Там наверху автора подписано «Наберитесь храбрости и прочтите все». Для нас это тоже некоторый призыв, когда мы хотим понять, что же происходило в это время. Нам нужно, наверное, более открыто смотреть, таким образом эти все отношения и эти все действия происходили. И вот было интересно вообще посмотреть, вот, как бы говоря о коллективном портрете, да, вообще кто они, эти работницы женских отделов. С одной стороны, вопрос кажется, может быть, неактуальным, особенно на фоне многочисленных историографических материалов, как международный, на международном уровне, так и на местном уровне, в том числе касательно работы женских отделов. Но, однако, если мы посмотрим, как пишут о работе женских отделов, и если мы обратимся к работам известного историка Татыбековой, то мы здесь видим, что о работе женских отделов говорят, как бы, какой они вклад сделали, что они в том числе были такие бесстрашные активистки, которые вовлекали женщин в программы, поводятся не грамотностью. Однако мы совсем не видим, совсем мало информации о том, кто же они были, кто работал заведующими инструкторами, волосными организаторами. И вот какой-то самый-самый такой предварительный срез, он показывает, что средний возраст работниц составлял это 24-25 лет, а возраст заведующих, когда она делала, тут чуть-чуть выше. Социальное происхождение, да, тоже большинство из семей рабочих и крестьян, наверное, это неудивительно, а к то же время там были и представительницы из своих служащих, там, или местленников. Место рождения, что особенно интересно, более 70%, то есть большинство, это были уроженки Центрально-Азиатского региона, в Туркестанке. Вот. Что касается семейного статуса, то тоже интересно, что большинство, ну, по крайней мере, половина этих женщин была замужем, вот, и только малая часть была здесь, еще не имели семью, и они были большинство средствами, несмотря на молодость, партийными, и средний, как бы, год вступления в партию, это был 20-й, вот, и среди них встречались профессиональные революционеры, которые еще в начале 20-го века вступили в эту революционную войну, и были участницами гражданской войны. И вот в этом средстве, которое очень-очень ограничено, здесь мы не на какую революционную революцию не претендуем, да, очень такой маленький массив у нас этих документов, различных факторов, которые можно было бы, которые были доступны на данный момент с точки зрения их личных анкет и так далее. Кстати, вот, наверное, большинство личных анкет находится в Ташкентском архиве, потому что среднеазиатское бюро, вот у нас это не очень доступно, ну, притом я обнаружила, что почему-то некоторые личные анкеты их просто сейчас уничтожают, пока неизвестно, по какой причине, может быть, места малых для хранения именно гражданских анкетов. Строй поменялся. А, строй поменялся. Вот, ну, что здесь, особенно у нас, ну, как бы, особое внимание, на что мы обращаем, что в целом они были молодые, вот, вот, одна заведующая обл. отдела, ей было всего 25-20 лет, когда она руководила своей автономной областью, да, и, в общем-то, ее положение было не таким легким, если посмотреть, как, что пишут ей с низом, сказать, да, что, ну, во-первых, есть, ну, требования высокие, да, она, она, кажется, что она молодая, она амбициозная, она ставит перед собой очень большие задачи, а в то же время снизу ей говорят, что она не очень-то, так тут, очень сильно себя позволяла руководить, да, за Болгова ездить, вот это Болгова ей 20 лет, да, областной, заведующая областным женоделом, а снизу, вот, как раз, у Макова, из Карапола, ей пишут о том, что завтра ты завтра, но не забывай, что здесь нам трудно выполнять твои указания, нам очень сложно, о чем это говорит, с одной стороны, да, это довольно дружеское, кажется, обращение, да, к своему трибуну руководителей, да, а значит, мы можем предполагать, что до этого уже сложилось какой-то, ну, какой-то фон товарищеский, вот этот солитарный сельский фон взаимоотношений, и кроме того, со своим центральным руководством низовые работники не боятся говорить о таких сложных проблемах, как колониальный вопрос, да, что вы ставите перед нами задачу вовлекать как можно больше в работу колонных, как на киргизах, когда в тот момент еще такая была, такие определения использовались, а в то же время доступ к ним был очень ограничен, да, и поэтому они делали, что могли, и те, с кем можно было бы организовывать клубы, с кем мы и работали, да, при этом они, как бы, пытались рефлексировать, что вы в них не заподозрили этих колонизаторов, нашим. Ну и что мы здесь хотим аргументировать? Наверное, опять же, нет, совсем не претендуя на то, что эти документы действительно нам показывают, как все было, нет, совсем не так, может быть, эти документы нам помогают отойти от вот этого пафоса героинь великих, которых, имена которых нужно устраивать доминирующий такой исторический нарратив, что историю делают великие лидеры мужчины, раньше делали, а теперь еще и женщины, да, то есть без критического осмысления, что есть эта история, и есть ли вообще какая-то универсальная всеобщая история, куда мы должны встраиваться. И с этой точки зрения нам кажется очень важным говорить, что самовыражение личных взглядов и эмоций это тоже такой политический инструмент построения нового, и что в самой коллективности попытка строить эту коллективность, в данном случае через товарищеские сети, там тоже есть радикальный потенциал изменений и эмансипации, при этом конечно для нас с точки зрения опять же политической истории женщин важен такой элемент, что до какой степени вот эти практики коллективности они построены на этих гендерных различиях и вообще имелы ли гендерные различия и половые различия для разных практик коллективности и как это влияло на динамику власти и таким образом эти новые источники нам позволяют переосмыслить эту структуру советских моделей эмансипации или понимание этих моделей или то, как мы строим эти модели советской эмансипации вот здесь это тоже возвращаясь к коллективному портрету в личных делах использовалось такое определение любящая женодел с одной стороны можно было бы сказать, что ну как-то это ну бытовой язык а с другой стороны мы тоже понимаем, что без вот этих чувств и страсти к активизму вот если возвращаясь в наш современный активизм очень трудно продвигаться и очень трудно если мы не опираемся на наших на команду на единомышленников диалогических единомышленников да и с кем мы можем да вместе критически осмысляя свою деятельность двигаться в тех целях которые мы перед собой ставим вот для меня как для женского активиста это очень важно как и каким образом сегодня мы строим свои коллективности и мы так часто говорим вот Банур здесь сидит о женской солидарности но действительно ли мы нашли инструментарий с помощью которого мы могли бы формировать разбивать укреплять наши товарищи с кульсом и там в общем с коммунистическим приветом с кульсом с кульсом с кульсом с кульсом